Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В Рязани презентовали книгу «История села Ижевского». У нас в гостях ее автор Виктор Федин. Здравствуйте, Виктор Осипович! Да, здравствуйте! А расскажите, пожалуйста, как пришла идея создания такой книги? Почему именно село Ижевское вас заинтересовало? Сам я родился в Шиловском районе. Это территория бывшая Спасского уезда. Не было Шиловского района, был Спасский уезд. Все мои предки родились на земле, на Спасской земле, по-спасу дела. И для меня поэтому дорого вот этот и Спасский район, город Спаск и вот село Ижевское. Расскажите немного о самом селе Ижевское. Что удалось узнать? Ну, село Ижевское, оно славилось как раньше, оно и сейчас славится. Вот раньше оно славилось, значит, молочным животноводством. Вот оно славилось и бондарями. Кто такие бондари? Ну, бондари – это вот делают бочки. То есть это виноделие, да, по большому счету? Да, там и виноделие, где вот бочки требовались. Вот они уходили, значит, в те районы и там зарабатывали деньги. Причем деньги большие. То есть это было редкое какое-то ремесло в то время? Это был, да, отходный промысел. Но они были такие искусные, вот эти бондари. У них так это все хорошо получалось, что вот на них внимание обратили, их везде запрашивали. То есть они ездили в другие города, правильно? Да, да, да. Они и в Астрахани были, и в Таганрог, и в другие города. А известно, откуда в Бризанской глубинке такое искусство обращаться с бочками? Ой, ну, бочки делали истори, так же, как и валяли валенки и плели лапти, вот народный промысел. Вы уже упомянули, что они были очень богаты, да? Да, крестьяне вот Ижевского села были одни из богатых вообще вот в Рязанской губернии. А в чем это выражалось? То есть у них много площадей было или много скота? Да, было много скота. Простые крестьяне держали от одной до четырех коров. Это ведь очень много. Это бедные. А крестьяне побогаче уже десятками коров держали вот такие вот стада. То есть это, по сути, такие мини-фермы были в каждом дворе, можно сказать. Да, да, да. Что делали из молока? Ну, были свои маленькие мини-молочные заводы. Это молоко сдавалось, делали сыр, творог и так далее. Это была доходная часть Ижевского крестьян. Но они были, получается, как все, крепостными или они были вольными, потому что такие объемы? Ну, пока они были крепостными, но они уже занимались этим вот все. А потом село перешло в наследие Дебидова, помещик Дебидова Николай Иванович. Вот. Он это село расстроил по типу улочек в Санкт-Петербурге. Он там построил храм, вот храм, вот, виден на обложке, вот, Казанский такой, село и собор. Вот. И он же, он решил, значит, дать вольную, ну, сделать их вольными хлебопашцами. То есть они уже, получается, на себя работали, правильно? Да. И вот, значит, он дал вот это все, все, уже царь подписал вот указ, и все вот в 1830 году где-то. А в 1865 году они полностью откупились и стали вольными хлебопашцами. То есть, по сути, это было вольное село у нас в Рязанской губернии. Да, это было одно из первых сел. Ну, и тогда они, конечно, начали еще больше богатеть, еще лучше у них вот эта жизнь была, вот, и вот. Жить, проживать, тогда обратно живать. Одна из глав вашей книги посвящена народному образованию. Вот, что можно сказать об образовании? Насколько грамотными были люди? Про это село писал еще Докумаков, историк. Вот книжечка, значит. Вот, значит, тот пишет, что в селе Ижевском неграмотных крестьян почти не было, кроме престарелых. Вот это вот отсюда. Вот прошло сто лет вот со дня этой книги. Это вот просто репрессивание этой книги. Народное образование описано, в общем, более ста страниц. Начиная с церковно-приходских школ, потом училища построили. Вот земские были школы, училища тоже. И уже современные были школы, средняя школа, потом восьмилетняя школа. Потом их закрыли. И вот сейчас у нас одна школа осталась в Ижевском. А с чем связана такая популярность грамотности? В Спасском уезде, значит, было как-то развито народное образование. То есть в целом во всем, да? Да, вот в целом. Ну и вот поэтому как-то вот Спасский уезд вообще выделялся вот как-то вот среди других уездов Рязанской области. Одна из глав вашей книги посвящена Великой Отечественной войне, да? Как Селоиджевская проявилась в эту пору? Так, ну, по Великой Отечественной войне у меня вышло две книги. Одна из них вот такая вот. Вот, они сражали за Родину. Вот, это вот девушки 18 до 21 года были призваны на фронт. Это вот 50 человек только было призвано вот Сыжевского. И 25 городковичей, Лакаш, село. Вот эта книга как бы вот этим посвящена. То есть они были не медсестрами, а именно воевали или медицины? Кто как. Вот, были и пулеметчицы были. И вот бабушка вот, вот эта бабушка вот, значит, работала на аэродроме. Заводила самолеты. Вот, на автомобиле подъезжала к самолету. Вот, и раскручивала вот этот маховик. И заводили двигатель вот так вот. Голодная, холодная. Я ее застал в живых еще и бабушку. Вот она все рассказывает, как будто была вчера. Вот бабушке был 91 год. Вот, а она все помнит. Вот такие вот у нас парадоксы вот. В книге говорится и о исторической части села Ижевского, и о современности, да? Что было самым сложным? Вот, раскопать архивные данные или все-таки поговорить с очевидцами сегодняшнего дня? Ну, архивные данные, это как бы проще. Вот, это было, вот, я благодарен, вот, поднял я, значит, фонды Ижевского музея имени Циолковского. Вот, там много материалов оттуда, вот, за что я им и благодарен. Ну, брал я материал и в школе Ижевской, и в библиотеке, и люди вот как-то предлагали, вот, что-то давали, там, предлагали. Насколько охотно рассказывали о своих родственниках? Ну, вот, значит, воспоминания о школе, например, есть. Вот, люди вот написали воспоминания о своей школе, пока не учились. Вот, очень интересно, вот. И учителя писали, и вот ученики. Что вам больше всего запомнилось вот из этого? Вот, по школе тут у них, значит, целые династии школьные. Это вот династии Бубукиных, династии Зориных. Учителя школьные? Да, школьные учителя. Вот, я встречался я с ними, да. Вот, Зорина Валентина Васильевна, старейший вот учитель, вот, тоже вот всё рассказывала, и фотографии у неё брала. Спасибо вам. Вот, Холодкова Александра Михайловна. К ней не зарастает и по сей день школьная тропа. Вот, её бывшие ученики, её навещают, идут, вот, и советы, вот, по жизни что-то, вот, это вот. В общем, дом не закрывается, как бы. Вот, вот, она мне помогала, так же вот, что-то там редактировала, вот, и давал ей вот эти черновики, ещё когда книги не было. В книге очень много иллюстраций, что не характерно, да, для исторических изданий такого рода. Откуда фотографии, почему они сохранились? Ну, это Ижевская. Вот, в Ижевском, значит, село такое уникальное, своеобразное, старинное. Там был, до революции был фотограф, филатон, и вот он как фотолетописец, получается. Он эти фотографии наделал, он их сохранил, и потом передал всё это. Что в основном он фотографировал? Чего больше всего? Вот, жизни села, храмы, вот, храмы, которых уже нет. Казанский храм, вот, вот, каким был Казанский храм, например, вот. Сейчас уже он в другом совершенно виде. Никольский храм, в котором крестили Залковского, ничего не сохранилось. Вот осталось только Казанский и Успенский храм. То есть именно на его фотографиях теперь можно увидеть как раз постройки? Да, вот благодаря вот этому фотографу Филату вот эти фотографии, они остались. Были даже вот Ижевские составы были, вот, прямо вот на обложке здесь. Вот, тоже не сохранились, до войны их сломали. То есть облик города достаточно сильно изменился, да, с тех пор? Да, облик села меняется, прямо вот, не поднял, а по часам. Эти магазинчики вот всё, всё застраивают. Улица Красная, это вообще старинная улица. Самая такая вот она. Ну, сейчас там вот её уже, как бы, не узнать. Что было самым сложным при работе над книгой? Вот, объявлял всем, всем, вот, и учителя, вот, давайте, вот, давайте, материалы, фотографии свои себе, пишите. Все оболчат. Редко, редко кто ответил. Вот, Холодкова Александр Михайлович, спасибо вам большое, вот, Зорина Владимировна Васильевна, да, Ирина Геннадьевна Одессина, Одессина, вот, и другие. А так, в общем-то, учителя, вот, особый, вот, я вот, даже, как бы, спросить бывает некогда, не у кого. То, что было до революции, вот, после революции, это вот, мало кто знает, чего. И вот тут пригодились вот эти семейные архивы, вот, Акишиных, Тепляковых, это старейшие учителя. Это ведь не первая книга, которую вы написали, что было до этого, что вас интересовало? Ну, до этого была та же вот история малой родины, история села Инякина, вот, где жили мои предки. А чем вы, основном, там занимались? Ну, гремел колхоз, колхоз-доброволец, он колхоз-миллионер, и вот, был работал председателем колхоза. Он строил хорошие дома для своих колхозников. И вот сейчас по Инякину едешь, вот, Любу дорогу посмотреть. И люди по сей день Романова вспоминают, его хвалят. Вот такой был председатель колхоза. То есть до сих пор сохранились, да, постройки все? Да, да, в них люди живут. Вот я в одном из таких домов был, вот, так все это благоустроено, такие площадя, и прям вот. Почему вы вообще решили заняться написанием книг, вот, заинтересовала вас история именно малой родины, что вдохновило? Ну, какой-то, наверное, дар. Вот, проснулся во мне, вот, и я начал писать. То есть это было неожиданностью даже для вас? Да. Хотя я материал вот давно еще собирал, вот, еще сын был небольшой, вот, лет 10 ему был. Мы с ним что-то ездили, что-то изучали, там. Ездили по святым источникам. У меня вышла книга про святые источники Шиловской земли. Какое самое крупное, вот, которое нужно посетить обязательно? Да, ну, вот, озеро апостола Петра и Павла, это село Борки, святой источник Великоброчницы Параскевы Пятницы. Это село Салаур. Там туда столько народу едет, столько это, и купальня там, все источник обустроен, люди купаются. Воды набирают, вот, буквально флягами с собой везут. И босквичи заезжают, и рязанцы, и вот, и местные. Самый популярный источник – это село Салаур. Где можно прочитать ваши книги, вот, где их можно найти? Ну, в библиотеке, да, в Горьково, конечно, в Горьково все книги мои есть. Если кто-то заинтересовался тоже историей своей малой родины, вот, подскажите, с чего начать? Вот какой первый шажочек нужно сделать для того, чтобы начать собирать информацию, чтобы вдохновиться этим? Ну, начать со своего села, со своей деревни, со своих родственников найти, во-первых, своих прапрадеджих. То есть семейного древа пришло? Да, вот семейное, как бы, древо сначала, а потом уже, вот, как уже, там, истории, там, вот, как образовалось, там, и все. А вы составляете свое генеалогическое древо? Ой, нет, я так вот пытаюсь собрать, вот, так вот пишу, что-то собрал, но не все. Надо еще ездить, вот, пока еще кто-то живые родственники, вот, бабушки, которые могут что-то еще поведать. Потом спросить будет некуда. Все-таки бабушки, дедушки – это основной источник информации, вот, при исторической работе. Да, ну, еще можно покопать в архиве метрические книги и другие, там, материалы. Это в нашем Рязанском, да, как раз, архиве? Да. Кстати, вот в Выживском, значит, здесь описаны, значит, рода дворянские, значит, Лисаковы. Вот, прямо вот несколько страничек, вот, посвящено, вот. То есть дворянский род тоже проживал в Селе Ижевской, да? Да, там много было дворян. Вот, даже, значит, родословные. Лисаковых, Соловьевых, Мамыриных, Хапровых. Вот, вот, несколько страниц, и фотографий, вот, и все, вот, проведено. Вот, старинные фотографии, вот. Получается, сразу несколько дворянских семей, да, было? Это вот малая часть, вот, которую собрали. А так вот можно там по любой фамилии вот так копать и собирать. Спасибо Вам большое за интересную беседу, удачи Вам в Ваших новых начинаниях. Надеюсь, будут еще книги. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Виктор Федин. До новых встреч!